Продолжение следует... 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 быть преступником. И у меня начались серьезные проблемы с наркотиками, потому что все. Я понимал, что я полностью стал зависим, и я уже не получал того удовольствия и наслаждения, которое было в начале. И тогда я серьезно начал задумываться о том, чтобы и бросить наркотики, и вообще завязать с этим образом жизни, потому что у меня случилось так, что застрелили старшего брата. Как раз для меня это был вообще шок, и я вспоминаю, у меня даже мама, она чуть ли на колени не вставала, говорила, что просила, чтобы я завязал, и стал другим человеком. А она знала обо всем этом? Ну как, она не знала, но догадывалась, скорее всего. И, в общем-то, получилось так, что это все ухудшалось, ухудшалось. Вот, в общем-то, я два раза лечился от наркотиков в больнице, и уже действительно у меня был такой настрой, что я хотел с этим завязать. Но это было вообще, ну это было невозможно для меня, хотя вначале я прикладывал усилия. Но, прежде всего, я испытывал, наверное, самую большую боль от того, что просто люди вокруг меня не понимали, то, что я действительно не могу с этим завязать, я не могу измениться, и вот реально у меня нет сил. И иногда я ложился спать, я прямо говорю, Бог, я хочу умереть. Я вот ложусь спать, я не хочу просыпаться, потому что мне трудно описать все, что происходило со мной, но это вот настолько сильные душевные терзания были. И в тот момент я начал понимать, что действительно что-то есть какие-то, наверное, силы, которые сковали меня, и которые не позволяют мне из этого вырваться, что я собственными силами никогда не справлюсь. И тоже шло время, вот было очень больно. Но однажды наступил такой момент, когда я вообще, я уже полностью сдался, умер внутри, именно вот духовно, потому что была очень сильная пустота и жажда, и ты не мог вот ее не утолить никаким образом, нигде вот найти вот какого-то успокоения, удовлетворения. И по дороге домой я встречаю одного чечена, знакомого, а он такой, ну тоже парень, сорви голова был. И тут он мне приглашает к себе в гости чай попить, и начинает мне рассказывать о Боге. Ну для меня вообще это было дико слышать из его уст, но в то же самое время я увидел в его глазах, что действительно вот какую-то силу жизни. Я, во-первых, смотрел на этого человека, и я видел, что он действительно изменился. И мне настолько вот захотелось быть на его месте, и вот когда я услышал, я интуитивно внутренне вот именно поверил в то, что именно это мне надо, потому что я действительно в последнее время начал задумываться о Боге, и именно в нем искать спасение, вот выход из ситуации. В один миг чудесным образом после неудачных попыток медицинского лечения вы избавились от наркотической зависимости? Ну как, это первый этап, то, что вот было в моей жизни, это просто явление Божьего чуда. Бог явил мне то, что Он любит меня таким, какой я есть, потому что, ну что, мир меня ненавидел. И за что меня было любить, если... Вам так казалось? Ну как, я, в принципе, все равно как бы здраво мог рассуждать, потому что те поступки, которые я делал, и, ну, то, что сделали со мной наркотики, я понимал, что, ну, ничего хорошего я этому миру не приношу. Это абсолютно не вяжется, глядя на вас, та картина, которую вы описали, что с вами происходило. Молодой, красивый, здоровый, плечистый, успешный. И согласитесь, да, Анна? И вдруг такие вот истории, просто очень сложно поверить, что вы были наркоманами. Нет, ну, дело в том, что прошло уже, я точно не считал, ну, больше, по-моему, четырех лет. И это вот был просто первый этап, когда Бог явил свою силу и свою любовь для меня, что Он показал, что я есть, и то, что Он есть, и то, что Он рядом со мной. Сила молитвы велика. И сейчас опубликовано уже немало научных исследований о том, что действительно слова, обращенные во благо или во зло, имеют действие, оказывают влияние. Спасибо. Вы знаете, у нас пошел очень серьезный разговор, и я вам безумно за это благодарна. А у нас, между прочим, сейчас мы подошли впрямую, вплотную к истории, которая, на мой взгляд, трагикомична. Понимаете, вот эта вот женщина, Лариса, она не сумочку в руках держит, она в руках держит макет гроба. Можно даже сказать, собственного, потому что ей ее собственный зять, любимый зять, подарил на день рождения. Зять я знаю в студии. Да, здесь. Я честно скажу, много мы тут видели, гробов еще никогда у нас не было. А вы знаете, это вещь, которая вернула меня, можно сказать, с того света. Не в прямом смысле с того света я не умирала. Но я, как бы, вот, как принято говорить, похоронила себя заживо. Просто я перенесла трагедию. У меня умер муж 8 лет назад. И для меня это была такая трагедия, что для меня, вот, мир перестал существовать. У меня, вот, зять, естественно, и дочь, и есть внуки, но они живут, как бы, отдельно. И я осталась одна. И у меня было такое ощущение, что все, вообще, вот, жизнь для меня кончилась. Я никому не нужна. И, вот, я все сделала на свете. И зачем все это нужно? И мне, ну, настолько просто, мы, как бы, любили друг друга. Ну, может, это смешно говорить в таком возрасте, но это так. Мы прожили... Несколько не смешно в любом возрасте говорить. Мы прожили больше 30 лет. Вот. И жили очень хорошо, и любили друг друга. И поэтому для меня это была такая трагедия, что я ее просто, как бы, не могла пережить. Меня зовут Федор. Я работаю с Толеровым в гостинице. Вот. И вот эта шкатулка, так называемая, сделана моими руками. Но она, как говорится, появилась на свет неспроста. Была большая предыстория этого. Где-то полгода назад, на день рождения, мы собрались, и я преподнес вот этот вот подарок. Сейчас это смешно, и мне смешно. И я уже об этом рассказываю только со смехом. А тогда плакали свой день рождения? Вот тогда я обиделась. Но я просто не стала... Я люблю детей своих, люблю внуков, поэтому я им, как бы, не стала ни ссориться с ними, ни все. Но день рождения был, конечно, испорчен, скомкан, и они ушли. Они ушли. Но дело в том, что... Понимаете, они вот как бы мне говорят, что ты просто об этом много нам говорила. Но я действительно, я решила, что, ну что, раз у меня уже дорога туда, мне нужно приготовиться. Кто обо мне будет беспокоиться? Я приготовила себе одежду, я приготовила себе все, что для этого нужно, покрывала, ну, извините, белые тапочки. Подождите, у вас что, дома, в шкафу, от утюжина, накрахмалина, покрывала, белые тапочки и одежда? Ну, в какой степени это все у меня было. Оно у меня, конечно, я это не выбросила, но сейчас это лежит в дальнем углу, и о котором я стараюсь не думать. Ну, как я считаю, думаю, о смерти нужно так думать, но вспоминать вот так каждый день об этом не нужно. Потому что, а вот это вот, вот это вот, вот оно странно, я не знаю, то ли это мне Бог подсказал, то ли это вот зять мой такой умный, что он именно это мне подарил. Оно меня вот натолкнуло на то, что я неправильно живу. Почему вы решили подарить тещу гробик? Вы ее что-то в такой степени не любите? Нет, это может показаться на первый взгляд. Но дело в том, что мы с женой, с детьми очень долго мучились над этой проблемой. И она вот как-то раз сказала, что она очень любит музыку Шульженко. И мы с женой решили, что надо это как-то вот соединить. Смерть, ее любимую музыку, и вот то, что она вот такая еще вот, вся полная жизнь и энергия, и надо это вот у нее, чтобы воскресить. И вот уже даст такая идея. Я на работе вот, в свободное от работы время, да, сконструировал вот такую конструкцию. А как эта шкатулочка работает? Хотите посмотреть? Ну, давайте. Давайте посмотрим. Она, правда, не очень красивая. Мера, идея в чем? Идея? Идея проста. Тихо, тихо. Значит, сейчас ее услышите. А, я не поняла, где здесь Клавдия Шульженко. Это же не Шульженко, это же... А-а-а. Когда крышечка закрылась, тогда заиграла Шульженко. Да, все девять дней. Девять дней петь будет? Придется нам прослушать все выступление Шульженко. Поставьте на стол, мы будем беседовать по эту замечательную музыку. Поставьте на стол на минуточку. Спасибо большое. И вот могу вам сказать... Присядьте пока, послушаем немножко. Что когда я вот это... Они ушли. Я села над этой шкатулкой, всю ночь проплакала. Девять часов. Девять дней. Ну, там, если ее открыть, она опять замокла. Закроется или опять начнет петь? Нет, если вот ее открыть, можно еще раз. Давайте. Ну, давайте. Вот она может... А там все как в настоящем. Я приглашаю подруг, показываю эту шкатулку. Мы вместе слушаем. И я поняла, что хватит мне вообще уже сходить с ума. Да, реально. Надо возвращаться к жизни. Что-то. Эти деньги, которые я копила все это время. Я думаю, что благодаря вот этому подарку Лариса вернулась к жизни благодаря гробику. Совершенно верно. Жизнь, в общем-то, продолжается. Но для этого нужен был какой-то шок. Для меня, вот для другого, может быть, не нужен этот шок. А для меня, видимо, нужен был вот этот шок. Чтобы меня ударили по голове и сказали, ну-ка давай, отправляйся туда. Я решила, я вроде и не готова совсем-то. Я собираю вещи, а душой-то, наверное, я не готова. Ну, в общем-то, родственники так и сделали. Гробиком с музыкой ударили по голове. И вы, наконец-то, ожилили. Поэтому я решила, что я те деньги, которые я копила на это дело, я потрачу на какое-нибудь путешествие. Так. Хочу в Париж. Спасибо, Анна. Спасибо вам, Лариса. Вы нам рассказали невероятно интересные истории. И мы вам за это очень благодарны. Спасибо большое. До свидания. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Это с собой. Это с собой. Счастливо. До свидания. Наша тема сегодня – жизнь после смерти. И мы продолжаем сейчас обещанный разговор о том, сколько весит душа. Встречайте наших гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Проходите, присаживайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу вам представить. Татьяна и Виталий Тихоплавы. АПЛОДИСМЕНТЫ Муж и жена. Ученые физики и писатели. Они исследуют жизнь после смерти. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш журнал «Что хочет женщина» в каждом киоске. Тайны любовных отношений, откровения знаменитости, ответы на самые важные вопросы. Для удобства можете подписаться, и мы станем ближе. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, пожалуйста, что будет с нами после смерти? Интересный вопрос. Дело всё в том, что душа каждого человека, её называют по-разному. Вот в религии это душа, в обиходе мы тоже говорим душа. Скажем, в информатике её называют биополе или тонкие тела, физики, энергоинформационные структуры. Так вот, оказывается, душа – это информационная структура. Она сохраняется после нашей смерти и поступает на тот уровень информационного поля, которое созвучно ей по частоте вибраций. Наше физическое тело – это тело низкой частоты вибраций. Душа имеет другую частоту вибраций. И вот в зависимости от того, как эта душа прожила, на какой частоте она вибрирует, вот в этот информационный слой она и поступит. Нам хочется узнать, сколько душа весит, если есть уже фотографии, возможно, и эту душу сфотографировать, как она выглядит, если кто её видел. И как она вообще там потом, после смерти этого бренного тела, себя чувствует. Душа – это энергоинформационная сущность, которая представляет по существу личность человека. Мы, люди, почему-то думаем, так мы воспитаны всей нашей культурой человеческой, что вот это физическое тело и есть мы. Ничего подобного. Есть энергоинформационные тела, которые пронизывают нас. Вот они олицетворяют собой личность человека. Религия всегда знала об этом и всегда это говорила людям. Сейчас доказано, что это знание о душе, о бессмертии человека, о тонком мире, послано к нам, людям, свыше из Всемирного банка данных. Люди не могут проникнуть в тонкий мир просто так. Нет таких инструментов. Но есть методы – это медитации, это озарение, молитвы. Менделеев во сне увидел свою таблицу Менделеева. Во сне. Потому что эта информация была послана ему свыше. Американские ученые на сверхточных весах попытались взвесить душу человека. И оказалось, что она весит от 2,5 до 7 грамм. Причем ортодоксы пытались это опровергнуть, доказывая, что это последний выдох человека. А оказалось, что душа покидает тело не сразу, а скачками. Что же выходит, он умер, а потом еще дышит понемножечку, выдыхает понемножку. Это во-первых. Во-вторых, в Санкт-Петербурге ученые с помощью аппаратуры инфракрасного видения сделали несколько снимков над умирающим человеком. Что они обнаружили? Они обнаружили над ним такую полупрозрачную энергетическую структуру или объект овальной формой, которая постепенно-постепенно растаял, исчез. Французский врач Бородюк создал такой фотоаппарат, который тоже позволил провести такую съемку во время, ну или в процессе умирания и после умирания. И провел такие вот удивительно, провел такие фотографии во время смерти своей жены. Он сделал через 15 минут во время смерти, через 15 минут после смерти, через час и через 9 часов. И получил... Эти фотографии опубликованы, они, так сказать, очень общеизвестны. И получил вполне определенные полевые структуры, как облако. Только облако вначале, оно через 15 минут, оно еще только густеет. Через час оно очень такое густое, заполняет буквально весь снимок. А через 9 часов уже рваные такие остатки остались. Вот вы, я думаю, начинали свою научную деятельность в советские времена. Да. Когда о Боге не позволено было не то, что там думать... В церкви обходили. Да, обходили. Да. Я даже знаю, что вы не знали, что такое Иисус Христос. Кто это? Я не знала, что Иисус Христос был человек. Я хочу просто немножко поговорить о вашей личной жизни. Просто сколько лет вы живете, как вы работаете, как вы уступаете друг другу рабочее место. Я глубоко убежден, что человек бесконечно счастлив, если он имеет хороших детей. Человек бесконечно несчастен, если его дети отвратительные. Не понимают его, не любят. Я могу сказать спасибо Творцу. У нас двое детей. Дочь и сын. Мы счастливы, что у нас есть такие дети. Сколько лет вы вместе? 45. Боже мой. 45 лет вы вместе. У вас двое замечательных детей. Вы сказали вот только про детей, а жена? Ну, мы вместе с ней. А что происходит с чувствами за 45 лет? Они крепнут. Что-то появляется другое. Не то, что вот люблю, а это вот как часть, как часть меня. Ну, вот 45 лет вместе прожили. Я поступила в институт, он закончил. Я под его нажимом перешла на другой факультет, окончила тот же машиностроительный факультет. Потом совместно все время работали, работали, занимались газовыми турбинами и так далее, и так далее. Над диссертациями бесконечно работали. То его, то моя, то потом опять его. И вдруг вот такие удивительные знания появились. Правда, это уже началось с перестройкой. Вот это просто не передать. Мы вначале бегали по магазинам, покупали вот эти первые книги, которые только начинали поступать. А потом где-то червячок, ну мы же атеисты были ведь, правда? А потом где-то червячок, сомнение такое все-таки внутри. Вот зудел, зудел. А так ли это, а так ли это? Одни разговоры. А что, неужели наука ничего не сделала? Неужели доказательств нет? И вот потихонечку появилось желание найти именно какие-то доказательства научные. Поэтому мы немножко изменили сферу деятельности. Мы пошли в библиотеку Академии наук, в публичку, стали поднимать научные статьи, научные работы. И вывернулся такой поразительный пласт, что мы сами просто были в шоке. Что будет с Вашими душами, которые здесь живут вместе и работают, и двое детей, всю жизнь вместе, 45 лет, и еще сколько будет, дай Бог, как можно больше. Что потом будет после смерти с Вашими конкретными двумя душами? Мы не можем сказать с абсолютной точностью, но мы предполагаем и очень сильно надеемся. И думаем, что это будет так. Мы, наверное, живем с ним в одном уровне вибраций. И мы должны попасть, как информационная структура, в определенную ячейку информационного поля. Мы думаем, что... В одну ячейку. Да, конечно, конечно. Где-то вот тут, рядом. Во всяком случае, мы очень трепетно к этому относимся. Во всяком случае, наука сейчас доказала, что люди, которые ненавидят друг друга, они там, куда все мы уходим, они там не встречаются никогда. Я тоже верю в то, что мы все бессмертны, умирает только наше физическое тело, а души наши бессмертны. И я счастлива просто, что у нас, у нашей большой аудитории перед экранами, у нас есть возможность увидеть двух абсолютно счастливых людей с замечательными детьми. Я думаю, что у таких родителей не могло быть, ну, в принципе, не может быть плохих детей. Я просто, я очень рада, что наконец-то об этом говорится во все услышание. О том, что есть, что творец существует, и не надо человеку ничего бояться, потому что творец всегда его защитит. И то, что мы все бессмертны, и смерти не надо бояться, здорово. Более того, ее надо изучать. Спасибо вам. Ей надо заниматься. Вам спасибо. Я должна сказать вам, что у нас еще одно чудо в зале есть. У нас есть человек, который помнит свою прошлую жизнь. Представляете? Прекрасно. Вы в это верите. Конечно. Давайте его послушаем. Пожалуйста, кто это? Это вы. Меня зовут Альфред. Я начну с того, что это произошло в 91-м году. Ну, ради любопытства я проводил спиритический сеанс и, ну, если можно так сказать, вошел в контакт. Как это на этом языке принято выражаться, да? Я вошел в контакт. Причем контакт был сначала просто визуальный, а дальнейший это... Этот контакт перешел в телепатический. Я просто стал слышать внутри, ну, внутри себя, скажем так. Я стал вещать на языке, который, в принципе, ну, как сказать, я его не понимаю, да? Вот так как мы принято говорить, вот я говорю на русском, я понимаю, да? Вы говорите на английском, изучив его, да, от русского к английскому, вы его понимаете. Я могу говорить на языке, я составить фразу могу, но я, понимаете, дело в том, что я не понимаю этого языка. Более того, у меня пошли как бы воспоминания тех движений, тех, ну, скажем, того умения, которое у меня когда-то присутствовало в моей жизни. Движения эти, это единоборство, это то, что принято у нас называть ушум. Причем нет у меня учителей, нет у меня вот таких учителей, как у нас это сейчас присутствует. И я это движение достаточно на хорошем уровне сейчас это все делаю. Это шло на протяжении 10 лет, я это вспоминал, каждое движение, оно как бы из меня выходило. Я пришел к Богу, я пришел к вере после всего этого, да. То есть вот я теперь верующий человек, я теперь верю в Бога. Как вот сказали... Альфред. Да. А вот этот вот язык, на котором вы говорите и который вы не понимаете, вы и сейчас на нем можете... Я могу, конечно, еще и на другой, скажем так, я не понимаю его... Подождите, вот так вот, честно... Вы думаете, я выучил... Можно это сказать так, я выучил фразы, я выучил слова, я их перемешиваю. Вы не понимаете сейчас, что вы сказали? А вы можете это еще раз повторить? Я могу теперь уже, понимаете, как бы в другой, ну... Не интонация, как... Другого диалекта, наверное. У нас в студии есть девушка, специалистка по Китаю, китаистка, Наталья. Знаете, это очень похоже на китайскую речь, похоже. И что он сказал? Я не поняла. Честно говоря, есть какие-то отдельные слова, слоги, которые есть в китайском языке. Какие слова? То есть вот там, например, вот фа, он произнес, это закон. Есть какие-то... Вот именно... Китайский язык, это же интонационный язык, в котором есть тоны. А можете вы для сравнения сказать несколько фраз на китайском языке? Могу, конечно. Ну, например, такая коротенькая фраза. Вот как вы считаете? Абсолютно не похоже на тот язык, который у меня говорит. Вы считаете, что это не похоже? Нет, он похож, но... Вы еще произносите его с более резкой интонацией, как я вот думаю. И... Ну, я не поняла, честно говоря, что вы сказали. Я думаю, что тот язык, который нашим экспертам был опознан как похожий на китайский язык, или на какой-то из диалект, на восточный язык, и связь этого языка, который Альфред четко идентифицировал с неким духом боевого искусства, или духом воина в нем, с чем-то этим, наверное, это говорит о том, что что-то в жизни Альфреда хочет быть ближе. Вот с этим даром, с этим духом, с этим временем. И это должно как-то проявиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Ученые выдвинули гипотезу, что жизнь продолжается и после смерти. И оттуда можно даже вернуться. И это доказано наукой. А если вы не верите, у вас один выход – жить вечно. С вами была программа «Что хочет женщина». Обязательно увидимся на телеканале «Россия». До свидания. Вы не задумывались, почему одним везет в самых безнадежных ситуациях, а другим никогда ничего не удается? Как научиться быть везучим? Смотрите программу «Как родиться в рубашке». Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова